Со стороны это напоминает игру в Тетрис, только масштабы и ответственность больше. Работы по благоустройству проспекта в Нефтекумске начались в конце марта, а вид аллеи уже радует глаз. Работа здесь идет полным ходом. Плитку уже установили и скоро приступят к новым объектам. Остался лишь косметический ремонт памятника, установка лавочек и аллея будет готова принять первых посетителей. А на этой части проспекта работы в самом начале. Материалы закуплены, бригады на рабочих местах. И вот как город будет выглядеть уже летом. Работы запланированы до конца августа. Но специалисты обещают, нефтекумцы смогут насладиться обновлениями раньше. Это издавна было излюбленное место горожан, место отдыха, поэтому люди проголосовали. И сейчас мы приступили к реализации этого проекта. Здесь планируем полностью весь проспект покрыть брусчаткой, установить зоны отдыха для людей, игровые площадки для детей, сделать освещение. То есть все, чтобы людям было комфортно и интересно. Самым ожидаемым новшеством, особенно для маленьких горожан, стали детские площадки. Малышей также ждут и яркие инсталляции – львы, тигры и медведи. Уютно здесь будет и взрослым. На данной территории будет уложена брусчатка, установлены скамейки, также урны поставлены будут бетонные и беседка для отдыха будет установлена, чтобы люди спокойно могли прийти, сесть, отдыхать, играть в шахматы, заниматься досуговой деятельностью здесь. Все работы производятся в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». На благоустройство округ получил 20 миллионов рублей. Впереди у города большие планы. На следующий год уже запланированы работы в парке «Дружбы советского и болгарского народов». Это старейший парк города, за благоустройство которого тоже проголосовали жители. А насладились теплым климатом Востока Ставрополья. Виктория Шкальная, Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.